Здравствуйте! Отделение ПФР по Орловской области напоминает нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен. Начиная с 1 января 2018 года, имеют право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Чтобы понять, попадает ли семья под эту категорию, нужно взять весь доход семьи за последние 12 календарных месяцев и разделить его на 12. И потом вот эту полученную сумму необходимо разделить на количество всех членов семьи, включая новорожденного ребенка. Если полученная сумма окажется меньше, чем полтора прожиточных минимума трудоспособного гражданина в нашем регионе, меньше, чем 15 241 рубль 50 копеек, то значит семья может называться нуждающейся и может обращаться за материнским капиталом. К другим темам. В Орловской области за первое полугодие выдано более 3,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Общая сумма составила почти 4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом количество выданных кредитов увеличилось вдвое. Как отмечает отделение по Орловской области главного управления Центрального банка, по итогам полугодия средний размер ипотечного жилищного кредита в регионе составил 1 миллион 600 тысяч рублей, а срок кредитования 16 лет и 3 месяца. Средняя процентная ставка составила 9,5%, в то время как годом ранее она была 11,4%. Мошенники продолжают охотиться за легкими деньгами. От новой схемы мошенничества уже пострадало порядка 100 человек, а общий ущерб составил около 2 миллионов рублей. Успешность новой схемы обмана эксперта объясняют тем, что мошенники отслеживают и мастерски копируют реальные изменения в работе банков. Хакеры отправляют потенциальным жертвам СМС, в котором ссылаются на федеральный закон о блокировке карты банком из-за того, что последняя операция показалась ему подозрительной. Жертве предлагают перезвонить по телефону и подтвердить транзакцию, сообщив персональные данные. Как только мошенники получают личную информацию, человека тот лишается денег. Популярные в России банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок. По словам сотрудников двух крупных банков, афера удалось провернуть в банкоматах со старыми устройствами для проверки купюр. Ущерб пока не посчитан. Предположительно, речь идет о потерях на несколько миллионов рублей. Поймать мошенников в таких случаях крайне сложно, так как все деньги и настоящие фальшивые перемешиваются в общей кассете. И отследить их передвижение проблематично. А на этом у меня все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова